МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем. Без малого 30 лет. Именно столько строится дорога на Ринмарусинск, когда наступит тот долгожданный момент. Абилимпикс-2020 продолжает свою работу. В Нарьинмаре несколько дней подряд студенты и школьники соревнуются по разным направлениям. В нашем эфире расскажем о компетенции флористика. Работники дошкольных учреждений принимают поздравления с профессиональным праздником. В нашем эфире расскажем о тех, кто с самых ранних лет помогают детям адаптироваться в жизни и дарят им свою любовь и заботу. Дорога на Ринмарусинск строится без малого 30 лет. Видны ли горизонты окончания строительства? А главное, когда наступит тот долгожданный момент? На эти вопросы в рамках пресс-конференции для региональных и федеральных СМИ ответил губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный. Строительство дороги на Ринмарусинск началось в 1991 году и было прервано в 2010-м. Тогда недостроенными оставались 80,5 километров. Возобновилось строительство трассы лишь через 5 лет при содействии президента Российской Федерации и правительства. С 2015 года здесь были построены 3-4 участки общей протяженностью 30 километров. На сегодняшний день осуществляется строительство трех этапов первого участка. Подрядчик работает с опережением графика. Первые два этапа общей протяженностью более 11 километров планируется сдать уже к следующему году. Также специалисты окружного централизованного заказчика не исключают возможность завершения третьего этапа первого участка, протяженность которого составляет 12 километров. Очевидный прорыв в последние годы. И особенно в этом году дополнительное финансирование более 4 миллиардов. подрядчик активно работает на этой дороге. Останется еще значительный кусок этой дороги, участок дороги этой построить. И я очень надеюсь и где-то даже уверен, что Федерация нас поддержит в этом плане. И мы этот участок завершим. По срокам я бы был очень аккуратен. Я думаю, 25-й год. Потому что эта дорога проходит в совершенно невероятных условиях. Вечная мерзлота, огромное количество водных преград. А это значит мостовые сооружения. А мостовые сооружения это очень дорогостоящие проекты. То есть это не просто взять и отсыпать щебнем, гравием и песком. Это очень серьезные объекты. Поэтому есть надежда на то, что дорога будет строиться такими же темпами, но время покажет. Поэтому я бы определил как некий такой ориентир 25-й год по дороге. Строится дорога в основном за счет федерального бюджета. В целом для завершения строительных работ необходимо 17 миллиардов рублей. Правительством на достройку трассы было выделено 6 миллиардов 300 миллионов рублей. Еще 4 миллиарда выделили после переговоров Юрия Бездудного, тогда еще временного исполняющего обязанности губернатора Ненинского округа и заместителя министра транспорта России Андрея Костюка. Помимо этого, Министерство финансов совместно с Министерством транспорта планирует на 2021-2023 годы выделить еще почти 4 миллиарда рублей на продолжение дорожной стройки. Таким образом, для завершения строительства дороги с учетом нулевого участка, с мостом через реку Шапкино и второго участка остается привлечь около 3 миллиардов рублей. Строит дорогу общество с ограниченной ответственностью техносфера из Санкт-Петербурга. В строительстве задействованы и специалисты из Ненинского округа. Норвегия, США, Канада, Англия, Франция, Япония и другие страны готовы покупать продукцию ненинских мастеров. Бубны, амулеты из кости, фигурки животных уже успела ценить зарубежный покупатель. Расширить границы предпринимательской деятельности стало возможным благодаря Центру поддержки и экспорта. Его сотрудники помогли окружным бизнесменам выйти на рынок международной онлайн-торговли. О местных мастерах и первых заказах для иностранцев расскажет Любовь Пермякова. В мастерской сырлы, что в переводе с ненецкого означает «белая кость», работа идет полным ходом. В руках мастеров прямо на глазах рождается очередной шедевр. Многие идеи у меня сначала зарождаются, как говорится, я леплю их из пластилина, потом это все переношу под кость. Это оригинал с пластилина, это пластилин, а вот кость, тут получается лосиный рог, подставка тоже из лосиного рога. Дмитрий Безумов – владелец мастерской по образованию юрист. Данным ремеслом начал заниматься с 2015 года в клубе при этнокультурном центре. В прошлом году мужчина выиграл окружной грант на создание бизнеса по направлению «Сувенирная продукция». Открыл ИП, снял помещение в морском порту и на выигранные деньги закупил необходимое оборудование. Ну, оборудование закупил. Это вот бормашинки, столы, стулья, станки, то есть сверленный станок, полировальный станок, пила ленточная, шлифовальный станок. Не так давно Дмитрий выставил свою продукцию на плей-маркете мирового уровня ЕЦИКОМ. Помог Центр поддержки экспорта. И работы с ненецким колоритом сразу нашли отклик в душе зарубежных покупателей. Магазин только запустили. У него еще на стадии тестирования у меня было две продажи. Одна продажа – это в штат Колорадо, это в США. У меня ушел кулончик в виде кошечки из бивня мамонта. А второе изделие – это браслет с медведем. Он ушел у меня в Британию. Сейчас в мастерской трудятся четыре мастера. Это резчики и художники. Кроме резьбы по кости, работают с деревом, изготавливают изделия из кожи оленя. Это уникальные браслеты и подвески, фигурки ненцев и разных животных, брелки, статуэтки и многое другое. Здесь есть даже уникальный продукт, который не встретишь в другом регионе. Это бубен часы. Это работа нашего мастера Дмитрия. И вот такая идея у него родилась в голове. Ни у кого этого не было. Я точно знаю, что в Наринмаре в округе никто никогда не задумывался, чтобы сделать из настоящего бубны. То есть это натуральная кожа, то дерево, из которого делают бубны. Ставить сюда механизм часовой. Ну и вот таким образом представить свою работу. Кстати, бубен часы, который с гордостью демонстрирует нам еще один мастер Эдуард Кабдульгаров, получил высокую оценку на всероссийском уровне. Успех, как смеясь говорит мужчина, зависит от степени влюбленности в свое дело. Любое занятие, любое влечение в первую очередь должно нравиться. А потом уже люди должны оценивать. По крайней мере, те поделки, которые я делаю, люди берут, трогают руками и поздравляют. Говорят, говорят, что нравится. Мастерская стала местом притяжения молодежи. Вот и сегодня две старшеклассницы Мария Репчинская и Оксана Ануфриева пришли пополнить ряды влюбленных в ремесло. Девушки на отлично окончили художественное отделение школы искусств. Полученные навыки решили применить в деле. Пришли сюда посмотреть на работы здешних мастеров. Вроде бы очень красиво. А сами хотите потом тоже приходить, да, в работу? Мы хотим помочь. Здесь есть бубны, на которых здешние мастера хотят иметь картины некоторые. И предложили нам помочь и разрисовать их. Работа из костей очень интересная. И также бубны. Форма необычная. Ну, предполагается, что кость, она же должна быть шершавой какой-то. Здесь всё так отполировано. Здесь такое ровненькое, блестящее. Заграничные покупатели тоже оценили качество продукции. Мастера в данный момент выполняют новые заказы для иностранцев. Если вы хотите, чтобы и ваши изделия увидели во всём мире, Центр поддержки экспорта, который расположен по улице Ненецкая, 3, готов вам помочь. Там ждут предприниматели-экспортеров, готовых реализовать товары на зарубежных рынках. Любовь Пермякова, Антон Выдряков, Телеканал «Север». Коррекционная школа-интернат примет участие во втором этапе всероссийского проекта «Добрашкола». Целью второго этапа является выявление лучших практик по созданию современных условий для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством дизайна образовательной среды в условиях обновления инфраструктуры. Ненецкая специальная коррекционная школа-интернат планирует представить в адрес Министерства просвещения Российской Федерации и презентационные материалы, отражающие результаты реализации мероприятия. «Добрашкола» – часть федерального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта образования. Напомним, с сентября текущего года специальная коррекционная школа-интернат получила статус и название «Добрашкола» благодаря участию во всероссийском конкурсе с одноименным названием. В рамках реализации проекта в Ненецкой коррекционной школе отремонтировали 13 кабинетов и закупили новейшее оборудование для занятий – интерактивные панели, игровые настенные элементы, стол для рисования песком, говорящая логопедическое зеркало и многое другое. «Чтобы у нас водичка бежала с красками, ну-ка, идем, идем, ножками массаж делаем». В школе есть также кабинет психоэмоциональной разгрузки, которая требуется особенным детям. «Часто у нас дети находятся в таком поведении, где нужна вот такая релакс-комната, и вот эти элементы помогают снять это напряжение. В данном случае мы с Колей работаем вот на таком аппарате, где включаем и фантазию, и воображение, и читаем сказку, и смотрим на элементы, и такие не твердые, мягкие. И очень в этом момент ребенок полностью и познавательная карта заключается». Начиная с пятого класса учащихся, школы начинают социализировать, обучая прикладным наукам. Мальчики занимаются в столярной мастерской, учатся работать с деревом на современных станках, а девочки занимаются в классе социально-бытовой ориентации. В кабинете спроектирована мини-квартира с разными зонами. Здесь они учатся готовить с применением всевозможной бытовой техники, кроить и шить одежду, ухаживать за домом. Приобретение специализированного оборудования осуществлено за счет консолидированного бюджета региона и федерации. Средства для проведения ремонта были выделены в рамках исполнения соглашения о сотрудничестве между администрацией Нинецкого округа и компанией «Лукойл». В рамках второго этапа конкурса «Добра школа» в конце этого года будут выявлены победители проекта. В нем участвуют более 130 коррекционных школ из 81 субъекта Российской Федерации. Целью проекта является создание современных условий и комфортной среды для доступного качественного обучения всем детям с ограниченными возможностями. Чемпионат «Обилимпикс-2020» продолжает свою работу. В Нарьинмаре несколько дней подряд студенты и школьники соревнуются по разным направлениям. Художественное вышивание, резьба по дереву, парикмахерское искусство, вязание крючком и другие. Накануне наша съемочная группа побывала на самой красивой компетенции – флористика. Любовь Пермякова продолжит. Ароматы цветов, атласные ленты, плетеные корзинки. На самой женственной компетенции чемпионата «Обилимпикс» флористика девушки делают последние штрихи при составлении цветочной композиции. Любовь к этому красивому ремеслу объединила сегодня представительницы разных национальностей. Одна из конкурсантов – лезгинка Эхли Ахмадова. Женщина должна знать все. Я поэтому, ну, как сказать, мне предложили, я вот пришла сделать. Мне очень понравилось участвовать. Дальше буду участвовать. Не трудно было, я быстро сделала. Полчаса даже, наверное, собрала букет. Это ставить на этот памятник гвоздики или сирень. Если 9 мая такое, сирени у меня нет, поэтому вот гвоздиками это сделала я. Как это, как звездочка вот. Как пять этих, вот как звездочка. Все по пять, что кто-то. Еще одна участница чемпионата – Анастасия Чупрова. Именно с цветами девушка планирует связать свою жизнь. Ведь она учится на цветовода в Ненецком профессиональном училище. Называется композиция «Моя салют победы». Я уже участвую в этом фестивале второй раз. Мне очень нравится, очень интересно. Сначала я подготавливала корзину, украшала. Потом подготавливала пену, кирпичную, минеральную пену. Я ее замачивала на 15-20 минут. Потом затем укладывала пленку специальную, чтобы влага держалась. Затем вот растения. Работы девушек сегодня оценивает опытные эксперты. Среди них преподаватель НПУ Людмила Рочева. Надо сказать, что цветы в любом виде хороши, конечно, как вы видите. Даже непрофессионал может, скажем так, создать шедевральную композицию. Среди нас профессионалов нет участников, я имею в виду. Идея была такова, что вот и подбор цветов был такой, достаточно строгий подбор, чтобы участники могли выразить через цветы как раз свое отношение вот к этой дате. 75 лет Великой Победы. Как это получилось, мы с экспертами будем рассматривать. Но достаточно сложно, конечно, тема достаточно сложная, чтобы выразить ее цветами. Но в этом была задумка. Какая работа больше всего растрогает жюри, будет известно на следующей неделе. Ну а сегодня красивые композиции конкурсантки возложат возле памятника Победы. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». В это воскресенье профессиональный праздник отметят работники дошкольных учреждений. Все те, кто на самых ранних этапах развития малышей, помогают им адаптироваться в социальной среде, кто вместе с детьми делают первые шаги по освоению счета, грамоты и познавательной деятельности. Наш следующий материал о воспитателях детского сада «Гнездышко». Слово Ольге Руссу. Каждый день в детском саду наполнен необычными открытиями. Каждое событие здесь уже праздник. Сегодня для маленьких воспитанников детского сада «Гнездышко» воспитатели подготовили познавательную игру. Вообще ребята признаются, их воспитатели самые лучшие. «Они нас обнимают, учат, занимают. Они добрые, учат, нас занимают, воспитают. Они нас учат, учат, школы учат. Хорошие, веселые и добрые». «Велосипед, ничего другого нет». Татьяна Краснолуцкая говорит, что ни разу не пожалела, что стала воспитателем. Примером в работе ей послужила мама. «Что ни день, то праздник. Дети нас всегда сподвигают на всякие различные подвиги. С детьми весело, интересно. Интересно работать и с родителями. Это хорошая работа, которая нам нравится, всем воспитателям». Подбирать ключики к маленьким личностям, каждый из которых целый мир, одна из задач воспитателей, так считают наши сегодняшние героини. Педагогический стаж Ирины Выучейской 30 лет. Несмотря на все сложности профессии, другой она не представляет. «Творческая, конечно. Творческая, интересная. И на свою работу идёшь с радостью, потому что здесь ждёт тебя детвора. Всегда. Всегда рады. Всегда встречают. С плохим настроением с работы не уйдёшь с нашей». День воспитателя возник как народный праздник, но вскоре стал официальным. Его отмечают 27 сентября во всех регионах Российской Федерации. Ольга Русулова, Влад Ткачёв, Телеканал «Север». Днём воспитателей и священных работников. В выставочном зале Дворца культуры Арктика открылась экспозиция «Весна Победы». На ней представлены послевоенные работы северных художников, прошедших все ужасы войны. Но особенность этих работ в том, что в них нет ничего о войне, а выходя с экспозиции, человека не покидает желание жить и радоваться каждому дню. Все работы выставки «Весна Победы» пронизаны одной главной мыслью, актуальной во все времена – «Будь счастлив здесь и сейчас». Работы художников, уроженцев северных регионов, прошедших войну, несмотря на жизненные опыты и трудности, которые им пришлось пережить, окутывают теплотой. Здесь и пейзажи родных мест, и сюжетные картины, и мягкие образы женщин – тех, которые ждали в тылу. В чём заключалась эта идея? Показать работы послевоенных лет. Показать работы как раз с того периода, когда они были наполнены определенной чистотой восприятия, наполнены жаждой жизни работы, верой в светлое будущее. А этот период в нашей стране пришёлся как раз на конец 50-х, 60-е годы, так называемая известная оттепель в искусстве в том числе. На выставке представлены работы нашего земляка, уроженца села Великовисочное Александра Безумова. Всю любовь к своему родному краю он показал нежными оттенками, мягкими переходами и удивительно точными деталями. Но у нас создаётся впечатление именно спокойной такой комнаты, спокойствие, умиротворение и, опять же, уюта, домашнего уюта. В работах этих художников нет случайных деталей. Каждая из них призвана показать красоту момента, важность мирного времени даже в, казалось бы, самых обычных сюжетах. Это выставка художников-фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны. Уходя на фронт, они не были художниками, они состоялись уже в творчестве в послевоенное время. Однако война наложила неизгладимый отпечаток не только на их судьбу, но и на дальнейшую творческую жизнь. И то, как это проявилось в их работах, можно посмотреть на нашей выставке. Все работы на выставке тщательно подбирались из фондов Национальной галереи Республики Коми в соответствии с главной мыслью экспозиции. В них нет горести, нет трагизма. Каждая из них пропитана доброй лирикой и верой в светлое будущее, которое так талантливо передали будущим поколениям мастера кисти и холста. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачёв, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.